Дорогие братья и сестры, я сегодня начну свою проповедь необычно для меня. Я прочитаю стих. Он довольно продолжительный, но думаю, что вы выслушаете его с интересом. У этого стихотворения есть название, но я вам его не скажу. И я хотел бы, чтобы, когда вы слушали меня и слушали это стихотворение, вы бы подумали, как бы вы назвали этот стих. Ну или как вы думаете, назвал его автор. Стихотворение. Собрав всклокоченных детей, одетых в шкуры, сквозь бурю и грозу косматый и понурый брел Каин, Трепеща пред гневом Иеговы. Когда спустилась ночь на скалы и на рвы, остановился он над пропастью у края. Жена и сыновья, бесил и знемогая, сказали, ляжем здесь на землю и уснем. Он не уснул. Сидел и думал об одном. Вдруг, голову подняв, раскрытое широко, он в небе гробовом во тьме увидел око, что зорко на него глядела между скал. Мы мало отошли. Он задрожав, сказал, и растолкав детей, подняв жену седую, он вновь пустился в путь сквозь темноту ночную. Бежал он тридцать дней, столько же ночей, без сна, без отдыха, гоня жену, детей, не смея посмотреть назад, дрожа от шума, таясь и крадучись. И вот перед ним угрюмо простерся океан. Промолвил Каин. Тут. Мы остановимся. Тут мы найдем приют. Здесь край земли. Ничей мы здесь не встретим вместе. Присев он увидал, опять на том же месте все тот же зоркий глаз в суровых небесах. И черным трепетом в него ударил страх. О, спрячьте же меня, он завопил. И дети глядят. Отец дрожит, как зверь, попавший в сети. Он крикнул явелю, отцу племен степных, что меж песков живут в палатках шерстяных. Здесь, с этой стороны, меня прикрой палаткой. И дети облекли его стеною шаткой, прижав ее концы камнями и свинцом. Теперь исчезло все. Склонясь к нему лицом, спросила Цилла. Нет, ответил он сурово, прекрасной внучке. Нет, меня он мучит снова. Ювал, отец племен, живущий в городах, придумавший игру на гусли и рожках, сказал. Я за стеной его укрыть сумею, и стену медную воздвигли. И за нею лег Каин и сказал. Он все-таки глядит. Сказал Енох, тогда возьмемся за гранит и город выстроим в кольце высоких башен. Чтоб всех отпугивал, чтоб черен был и страшен, построим цитадель, закрыв навеки вход. Отец всех кузнецов, сам Тувалкаин, тот построил грозный град, чудовищный, громадный. Пока работал он, другие братья жадно ловили всех, ковродил Енос и Льсив, и отпускали их живыми, ослепив. И стрелы по ночам пускали в купол звездный, и город стал похож на город адской бездны. Взамен степных шатров сложен гранитный склеп, иглы бы связаны кольцом железных скреп. От тени черных стен ночь залегла в просторы. Строй башен поднялся, огромных точных горы, и надпись выбили «Для Бога вход закрыт». Когда закончили крепление глыб и плит, был Каин помещен средь кельи гранитной, но дик был вид его. «Исчез ли ненасытный тот глаз?» — спросила дочь, припав к его ногам. И Каин отвечал «Нет, он все время там». Потом он стал кричать «Копайте подземелья, укрыться я хочу навек в подземной келье, незримым стать для всех, и видеть только мрак». И яму вырыли. И Каин подал знак, что рад он, и его в подвал спустили темный. Когда ж простерся он, косматый и огромный, и каменный затвор над входом загремел, глаз был в могиле той и на него смотрел. Сильное стихотворение, оно меня очень впечатлило. Каин пытается убежать от Бога, но от Бога не убежишь. Это стихотворение написал Виктор Гюго, известный французский писатель, автор таких произведений, как «Собор Парижской Богоматери», «Отверженные», человек, который смеется. И он дал ему название, этому стихотворению. Как вы думаете, какое название он ему дал? Давайте по одному, пожалуйста. «Для Бога вход закрыт», да, вот они создали такой город, а «Для Бога вход закрыт», написали, да, обложили каменными плитами, но глаз все время там. Пожалуйста, еще, друзья, нет, это не то название, хотя хорошее предложение. Есть еще предложение, как назвал Виктор Гюго это стихотворение? «Божий суд», хорошо. «Вездесущий», «Всевидящее око». Кстати, есть такое потрясающее произведение, картина, вот по поводу стихотворения написана была картина, можете ее найти, когда бежит Каин, и сзади смотрит на него Бог, и автор «Возгляде Бога» в этом оке отразил неосуждение. Вот интересно эту картину, если посмотреть, то вот автор той картины отразил «Возгляде Бога неосуждение». Здесь тоже же не написано, что выражал это око, да, тут же не написано этого. Не написано, что он его осуждал, не написано, что он на него как-то, может быть, там, испепеляюще смотрел, просто написано, что он был. Автор назвал это стихотворение «совесть». 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 «В понимании Гюго совесть — это Божий глаз». Вот именно глаз, не глаз, голос, а глаз, который сопровождает человеку, где бы он ни находился. Это не карающая рука Бога, это не рука Бога, которая карает за преступление Каина. Это не упрекающие уста, ничего не сказали. Это глаз, который просто смотрит, смотрит и тем самым напоминает, и напоминает о чем. Друзья, вот о чем напоминает этот глаз? О чем напоминает Бог, который показывает, что он не оставляет человека даже в могиле, даже за плитами, даже за городом, где написано «Входа нет Богу». О чем напоминает этот глаз? Друзья, к этому стихотворению мы еще вернемся и ответим на этот вопрос чуть позже. А сейчас я прочитаю слова апостола Петра, которые говорят, эти слова говорят о совести. Напоминаю, что мы с вами продолжаем проповедовать на послании Петра. И сегодня у нас первое послание Петра, третья глава, 15-16 стихи. Первое послание Петра, третья глава, с 15 по 16 стихи. «Господа Бога, светите в сердцах ваших. Будьте всегда готовы всякому требующему вас отчета в вашем уповании дать ответ скротостью и благоговением. Имейте добрую совесть, дабы тем, за что злословят вас, как злодеев, были постыжены порицающие ваше доброе житье во Христе». Друзья, здесь апостол Павел, прошу прощения, апостол Петр в 16 стихе побуждает нас иметь добрую совесть. «Имейте добрую совесть». Из этого призыва можно сделать два вывода. Ну, можно сделать больше, но я отмечу два вывода. Первый вывод, что совесть бывает добрая и бывает недобрая. И второй вывод, что христианину необходимо, или христианин призван заботиться о своей совести, чтобы она была доброй. Почему совесть называется добрая и как ее отличить от недоброй совести? Давайте приведем такой простой пример, который будет знаком всем братьям. Сестры, думаю, легко его поймут. В современных автомобилях есть такая система, называется система Партроник. Сзади машины установятся такие датчики, иногда спереди, становится сбоку, но чаще всего сзади. И когда водитель сдает машину назад, движется задним ходом, то по мере приближения к какому-то препятствию этот Партроник начинает сигнализировать. Сначала он сигнализирует тихо и достаточно так прерывисто, но чем ближе к препятствию, тем сигналы усиливаются по громкости и усиливают свою чистоту. И потом, когда уже совсем близко к препятствию, издается такой писк, такой неприятный, который должен пробудить водителя, что ты делаешь что-то не то, то ты приближаешься к опасному какому-то препятствию или какой-то вещи. Очень важно, друзья, чтобы эта система была настроена правильно. Представьте, что будет, если бы эта система подавала сигнал тогда, когда он не нужен. Представьте, там ничего нет, водитель сдает назад, и вдруг система пищит, предупреждает, что сейчас будет столкновение. В этой ситуации водитель будет в панике езжать на тормоза, он смотрит по зеркалам, ничего там нет, система пищит, он выходит из автомобиля, смотрит, ничего нет, и вот такой дискомфорт. То есть это мешает водителю, мешает. Но, с другой стороны, если система настроена так, что она не пищит, когда есть препятствие, или она неправильно определяет расстояние, допустим, она пищит, допустим, показывает, что до препятствия еще далеко, а на самом деле препятствие уже близко, то тогда будет какое-то столкновение, и это получается неправильно. То есть не важно, чтобы, недостаточно, чтобы просто эта система присутствовала в автомобиле, важно, чтобы она была правильно настроена. Друзья, вот совесть – это то, что есть у каждого человека. Иногда говорят, что человек бессовестный, да? Ну, чаще всего, друзья, про бессовестного говорят, что у него нет совести, не то, что у него нет совести, а что совесть неправильно настроена. Она не сигнализирует тогда, когда она должна сигнализировать, и она сигнализирует тогда, когда она не должна сигнализироваться. Совесть – это наш партроник, это наша система. Она должна нас предупреждать, что мы приближаемся к какому-то опасному мероприятию, что-то сделали неправильно. Она должна сигналить тогда, когда мы нарушаем Божьи законы. Друзья, вот это называется добрая совесть. Добрая совесть справляется со своей функцией, а недобрая совесть сделана неправильно, она неправильно настроена таким образом, что она не подает нужный сигнал вовремя или подает ненужный сигнал тогда, когда не нужно. Приведу несколько примеров, два простых и два таких посерьезнее примеров. Два простых примера. Итак, совесть, которая не сигналит тогда, когда нужно сигналить. Ну, знаю одного человека, который мне сказал о том, что он работал на одном предприятии, и его очень сильно мучает совесть, что у него была возможность там все украсть и вынести, и он ничего не украл, и тогда не было там хорошей защиты, и все воровали, а он не воровал, и его совесть за это мучает. То есть это как раз та самая совесть, которая, когда он воровал, она не подавала сигнал, и сейчас подает ненужный сигнал. То есть она неправильно настроена, она есть, но она неправильно настроена. Есть другие случаи. Я знаю брата, который пришел ко мне на беседу, и он сказал, у меня очень большая проблема, у меня мучает совесть за все. Я наступлю на муравья, а меня мучает совесть. Вам смешно, а он мучается. Мучается. Причем я таких случаев знаю много, когда люди мучаются совестью, даже тогда, когда они сделали, ну буквально, вот человек что-то сказал другому человеку, и тому показалось, что он обиделся, а на самом деле он не обиделся, и вот этот человек мучается совестью. Ну помните, у Чехова был такой рассказ, когда один человек чихнул, и попали брызги на переди сидящего чиновника, и вот он у него раз попросил прощения, два попросил прощения, потом три попросил прощения, потом пришел просить прощения у него домой, потом несколько раз приходил просить прощения, тот чиновник в конце концов не выдержал, говорит, ну что вы ходите просить прощения, Я уже вас давно простил, тот понял, что чиновник на него разгневался, пошел и умер. Друзья, то есть совесть такая слишком у него была такая вот, знаете, чрезмерная, да? То есть, друзья, бывает совесть, которая не мучает человека тогда, когда должна была мучить. Бывает совесть, которая мучает человека тогда, когда не должна мучить. Он ничего плохого не сделал, но он просит прощения бесконечно, он бесконечно извиняется, он постоянно чувствует себя виноватым и так далее, и так далее. И это, друзья, конечно, очень печально. Кстати, может быть, включить кондиционер, уже жарко достаточно, да? Вот, друзья, давайте более яркие примеры, приведу более яркие примеры. Был такой человек, его звали Адольф Эйхман, интереснейшая личность, оберштумбарфюрер СС, его называли архитектором Холокоста. Друзья, это человек, который посылал сотни тысяч евреев, если не миллионы евреев, он посылал в печи, в газовые печи, но не потому, что он даже их ненавидел, просто у него была такая работа, он выполнял свой долг, в кавычках, конечно. И когда был суд, известный, да, вот суд был, то на суде он заявил, что он не чувствует себя виноватым за это. И когда его спросили, а в принципе, вот вы чувствуете свою вину хотя бы за что-нибудь во своей жизни, то Эйхман сказал, что он чувствует свою вину за два случая в своей жизни, за два случая. Первый случай, когда он школьникам пропустил занятия. И второй случай, когда он уже был офицером, и уже была война, и был приказ спуститься в бомбоубежище, а он не спустился в бомбоубежище, он нарушил приказ, и за этого мучает совесть. Да, это человек, которого не мучает совесть за гибель миллионов евреев, в которых он повинен. Но его мучает совесть за то, что он пропустил занятия. Это что-то похожее на фарисеев, которые отцеживают комара и пропускают верблюда. В нашей жизни так же часто бывает, мы творим страшные дела, нас за эту совесть не мучает, но за то, что если мы там кому-то, не знаю, лишнее слово скажем, нас может мучить совесть. Друзья, это очень неправильно настроенная совесть. Это недобрая совесть. Людовик VII, король из династии Каппингов, но это древние времена, это 1146 год. Друзья, Людовик VII, он наследовал царство, королевство, наследовал в 17 лет. И в 25 лет у него возникла одна серьезная проблема, потому что он в течение 5 лет, к 25 годам, уже на протяжении 5 лет он испытывал тяжелые угрызения совести. Эти угрызения совести, они почему у него возникли? Потому что когда ему было 20 лет, он сражался с мятежным графом Шампани, был такой граф. И Людовик напал на город Витри. И горожане сбежались в церковь деревянную, там сбежались сотни, буквально десятки, сотни мужчин, женщин, детей. И Людовик еще не успел подойти к этой церкви, к этому храму. Как его солдаты, они обложили этот храм какими-то соломой, подожгли и не выпускали никого. Люди там кричали, люди там стонали. И когда Людовик подошел, у него не хватило дерзновения сказать, чтобы разобрали все это пожарище, чтобы выпустили людей. Он просто стоял и слушал, как там погибли сотни людей. И вот на протяжении 5 лет Людовик VII мучился совестью своей, он не знал, что делать. И он нашел выход из положения. В 1146 году Людовик VII объявил, что он намерен отправиться в крестовый поход. То есть он собрал рыцарей и он пошел убивать сотни, тысячи, десятки тысяч людей. Тем самым он хотел успокоить свою совесть. Друзья, о чем это говорит? Это говорит о том, что совесть человека, она не всегда подсказывает ему правильные поступки. Она не всегда подсказывает ему правильные направления. И апостол говорит о том, что совесть, она должна быть доброй совестью. Она должна быть совестью, которую человек направляет в правильном русстве. Что она подсказывает ему, что вот это действие действительно греховно, а это действие действительно не греховно. Что здесь не стоит мучиться, а здесь стоит мучиться. Здесь стоит вот такой выход из положения сделать, а здесь не такой выход из положения. Друзья, когда люди говорят, что человек живет по совести, это еще ничего не известно. Это еще ничего не значит. Потому что еще неизвестно, какая у него совесть. Может быть, у него совесть, как у Эйхмана, который абсолютно по совести истреблял евреев. Когда люди говорят, что я живу по совести, друзья, то люди все понимают по-разному слову совесть. Для кого-то поступить по совести, это означает в ответ на зло. Поступить по зло, это тоже поступить по совести. И поэтому апостол Петр говорит о том, чтобы мы бы имели добрую совесть. Именно добрую совесть. Какая бывает вообще совесть? Я прочитал по этому поводу несколько книг, действительно, несколько книг прочитал по этому поводу, которые современные социологи, психологи, философы рассуждают о совести. Интересно, что вопрос совести, он вообще стоял в древности, еще с самого древнего времени. Еще Платон об этом писал, Сократ об этом писали, о совести. И до сего дня вопрос совести – это вопрос очень такой серьезный. И многие люди не могут разобраться, что такое совесть. Но в принципе все соглашаются с тем, что действительно совесть – это прибор, показывающий наше направление. Так вот это направление, как я уже сказал, оно должно быть правильно сформировано. И вот бывают три вида совести. Простите, что забили сегодня каких-то таких научных сведений, но я попытаюсь их упростить. Первый вид совести – это совесть авторитарная. Авторитарная совесть. Что такое авторитарная совесть? Это голос, который внутри человека, то есть он внутри человека находится, подсказывает человеку, но это голос внешнего авторитета. То есть родителей, государства, церкви – это голос внешнего. То есть человек мучается внутри, но не потому, что он сам так думает, а потому, что он имплицировал в себя это слово, простите, опять я его употребляю, вот этот внешний авторитет, он ему не нравится, он не разделяет ценности этого авторитета, но вот оно настолько в него вошло, что он не может сопротивляться этому внешнему авторитету. В принципе, на каком-то этапе воспитания человека, на каком-то этапе воспитания ребенка, например, это очень нужный вид совести, но он должен быть достаточно кратковременный, этот этап воспитания. Авторитарная совесть очень изменчива. Кстати, интересно, что при таком чувстве, при такой совести, часто переживание, которое человек принимает за чувство вины, порожденное совестью, на самом деле является просто страхом перед авторитетом, он просто боится какого-то авторитета. Интересно, что такая совесть действует, даже если авторитета даже рядом нет. И человек действует без видневого принуждения, он действует как бы добровольно, но с оглядкой на этот авторитет, которого даже рядом может быть не быть. При такой совести, при авторитарной совести, чистая совесть, друзья, вот послушайте, чистая совесть – это сознание того, что авторитет доволен, что кто-то меня одобрит. Вот такая чистая совесть. Когда дети говорят, чистая совесть, это значит, меня родители похвалят. Чистая совесть, когда руководство церкви мне скажет, молодец. Чистая совесть, когда на работе мне скажут, начальник скажет, вот ты хорошо работаешь. Для такого человека с авторитарной совестью, чистая совесть – это совесть или поступки, когда человека хвалят авторитет его. В этом случае даже наказание, вот интересно, оно лучше, чем отверженность. То есть для человека лучше, когда его накажет авторитет, и он воспримет это наказание с какой-то доблестью, скажет, ну, у меня хоть наказание, лишь бы не отвергли меня. Любовь и одобрение авторитета приносят величайшее удовлетворение. Друзья, это очень плохой вид совести, и он очень распространен в нашем мире. Дело в том, что при таком виде совести, когда у человека авторитарная совесть, если это такой тип совести распространяется на всю жизнь человека, уже в сознательном возрасте, то у человека развиваются разные комплексы невроза, потому что он внутри, где-то в глубине души, он не разделяет вот этих ценностей, которые ему навязывают, он их не… Ну, они не его, эти ценности, он просто смиряется, даже сам того не осознавая, что это смирение, вот именно такое покорение, он покоряется вот этим авторитетом, он делает так, как хочет общество, как хочет, например, допустим, родители, как хочет церковь даже, как хочет Бог даже в этом случае. Но это не его ценности, у него такое раздвоение внутри, он постоянно находится в состоянии удовлетворенности, ему не нравится это, он как сжатая пружина постоянно. И он не может выйти из этого положения, потому что он не может поступить против своей совести, это не страх именно перед наказанием, это именно вот внутри у него сидит это. Друзья, чаще всего это происходит от того, что дети, родители так детей воспитывают, они с детства не дают им права выбора в нужных вопросах, они не дают ему права на анализ информации, они просто заставляют его верить в то, что родители правы, и это постоянно происходит. Я еще раз скажу, на каком-то уровне это нормально, но в какой-то момент времени ребенок должен получить право на самостоятельный выбор в определенных границах, и если такого права у него нет, если постоянно у него такая менторская заботливость, о нем постоянно чрезмерная опека, то в какой-то момент времени вот у него воспитывается эта авторитарная совесть, то есть совесть, которая ориентирована на угождение внешним авторитетам. Что интересно, простите, что сегодня много такой информации, что интересно, что такая совесть, она свойственна не только в культурах с жестким каким-то руководством, там где государство тираническое, где, например, родители такие, знаете, жесткие, или церковь, где диатреевство, не только в этих ситуациях, иногда и достаточно часто вот этот авторитет, он такой анонимный, то есть нельзя сказать, кто это, например, мода, вот мода, допустим, это такой же авторитет, когда человек, он чувствует себя спокойно только тогда, когда он соответствует какому-то внешнему общественному мнению, когда он соответствует каким-то общепринятым требованиям, тогда вот у него, его совесть успокаивается. Это очень проблема большая сейчас у молодежи. Если человек, сейчас молодежь, она очень часто думает, что они такие индивидуальные, потому что сейчас одежда разнообразная, вот раньше были все серые, в советское время все ходили в одной одежде, а сейчас одежда разнообразная, но на самом деле это такое ложное разнообразие, внутри, все равно человек очень сильно зависит от общественного мнения. Какая авторитарная совесть. Второй вид совести – это гуманистическая совесть. Она ориентирована на самого человека. Я прочитаю цитату из книги Эриха Фрома «Человек для себя». Послушайте цитату. «Гуманистическая совесть – это голос нашего истинного «я», «я» с большой буквы, призывающего нас вернуться к себе, жить продуктивно, развиваться полностью и гармонично, то есть стать тем, чем потенциально мы являемся. Совесть – это страж нашей целостности. Это два параллельных или два диаметрально противоположных подхода к совести. Совесть авторитарная, подавляющая свои внутренние желания в угоду авторитетам, и совесть, наоборот, не обращающая внимания ни на что, но прославляющая человека. И в этом случае человек исповедует мысль о том, что все, что мне нравится, что я хочу, что служит мне к пользе, то и полезно. Человека мучает совесть тогда, когда он делает что-то против его собственной сущности, и наоборот, она чистая, когда он сделает все, что ему нравится, что он доволен чем. И в этом случае эта совесть такая эгоистичная совесть направлена человека. Друзья, такие люди тоже бывают, это тоже часто идет с детства, когда родители не воспитывают в детях ответственности, не воспитывают в детях какие-то нормы морали, они отдают его полностью на такое «как живи, как хочешь», и человек фактически формирует свою совесть таким образом, чтобы она ему подсказывала только то, что угодно ему и то, что нравится ему. Друзья, и мы таких людей, к сожалению, встречаем, и вот они живут по совести, но совесть у них чисто гуманистическая, направленная на личность этого самого человека. Итак, друзья, мы с вами убедились в том, что совесть это очень важный инструмент, и он нужен каждому человеку, потому что совесть это то, что позволяет нам ориентироваться в этом мире, но совесть у человека испорчена, и она бывает либо такая, либо такая, и оба вида их очень негативны для человека. Друзья, настоящей совести, вот прям настоящей совести, такой, который правильный партроник, у него одного человека нет. Все люди испорчены грехом. Когда человек согрешил, когда Адам с Евой согрешили, вот в тот момент времени, как мне понравилось выражение одного человека, что в этом храме не осталось ни одной колонны, все колонны рухнули. То есть ничего нет в нем здравого. И совесть в том числе и испорченная. И поэтому апостол Яков призывает нас иметь добрую совесть, но у нас возникает вопрос, а как это сделать? Как я могу быть уверенным, что у меня добрая совесть? Как я могу быть уверенным, что то, что совесть не подсказывает, это правильно. Более того, даже дети, выросшие в семьях христианских, не факт, что они вырастают с правильной совестью. Их совесть может быть нарушена из-за неправильного воспитания родителей, из-за их собственных каких-то искажений, из-за окружения, где они находятся. То есть и апостол Петр здесь нам дает ответ на этот вопрос, как же нам необходимо формировать нашу совесть, что нам сделать или как нам жить, чтобы наша совесть была добрая, чтобы она как правильный партроник показывала вовремя и вовремя реагировала в нужной тональности, чтобы мы знали, что мы приближаемся к какой-то опасности. Друзья, и здесь есть ответ на этот вопрос. Это 15 стих. Господа Бога, светите в сердцах ваших. Друзья, совесть, ориентированная на прославление Бога, это совесть, которая попадает в сферу правильных ценностей. Она потихонечку формируется, она потихоньку приобретает нужные свойства, она учится человеку показывать, где опасность, а где нет опасности. Это совесть, которая живет в человеке, который ориентирован на прославление Бога. Прославляйте Бога в сердцах ваших. Обратите внимание, что вот эта мысль «прославляйте Бога в сердцах ваших», она и не поддерживает мысль о том, что прославляйте человека, да, то есть ориентируйтесь на авторитет, она не поддерживает мысль о том, что смотрите на себя и угождайте себе, она ставит самый высший авторитет, она показывает, что Бог достоин прославления, Бог достоин святости. Светите Бога в сердцах ваших. Друзья, я хотел бы немножко уделить внимание вот на это выражение «Господа Бога светите в сердцах ваших». Расскажу вам один пример. Много лет назад, и я был на библиотеке в городе Ейске, здесь стоял, и подошел один человек, который стал беседовать о Боге, но видно, что человек что-то знает, но очень знания его такие поверхностные. И когда мы с ним разговаривали, то очень часто, друзья, у нас бывает такое желание показать человеку, что он грешник такой погибший, что он никто и ничто, но и в этом мы видим суть благовестия. И очень часто люди, которые вот такую информацию от нас получают, они негативно воспринимают, начинают оправдываться, у нас завязывается спор, и это все очень печально заканчивается. Но в тот момент времени, беседуя с этим человеком, я его спросил, как вы относитесь к Богу? И он сказал, что он относится к Богу хорошо. Я ему сказал, что хорошо относиться нужно ко всем людям, а к Богу недостаточно относиться хорошо. Он говорит, я Бога уважаю. Я говорю, уважать вы должны меня, а Бога уважать недостаточно. Он говорит, я Бога почитаю. Я говорю, почитать вы должны своих родителей, а Бога почитать недостаточно. Он говорит, а что же надо делать с Богом? Я говорю, Бога надо святить. И он говорит, а как это? Друзья, а вот как это, святить Бога? Давайте проверим наше отношение к Богу. Ну, безусловно, все присутствующие здесь относятся к Богу хорошо, безусловно. Ну, безусловно, некоторые здесь недостаточно уважительно относятся к Богу, это тоже безусловно, потому что, ну, например, друзья, простите, что я, как заезженную пластинку повторяю одно и то же, ну, человек, опаздывающий на собрание, относится к Богу неуважительно. Посмотрел бы я на кого-то из вас, кто бы опоздал на прием к президенту или к мэру города или к человеку, который даже вообще ничего с собой не представляет, но от него зависит, какая пенсия будет вам назначена. Друзья, никто бы за вас не опоздал, пришли бы на четыре часа раньше и еще бы накануне даже. Друзья, но к Богу мы можем опоздать на собрание. Это, конечно, неуважительное отношение к Богу. Неуважительное отношение к Богу, когда мы, допустим, не уделяем время на молитву, на Слово Божие, например, когда человек, который, допустим, вот мы хотим, ну, допустим, почитать Священное Писание, вот мы сели читать Священное Писание, нам звонит человек, и мы говорим, да, без проблем, ты занят? Нет, я не занят. Ты занят? Я не занят. Друзья, вот человек, вот вы читаете Библию, вам позвонит человек, вы скажете, что я занят или нет? Друзья, у нас часто к Богу такое отношение, что Господь, это такая личность, которую точно может подождать, он долготерпеливый и многомилостыливый, его можно только на самый задний план, поэтому сейчас все мои дела сделаем, потом Бог. Друзья, конечно, не все мы относимся к Богу с уважением, но большинство все-таки относимся к Богу с уважением. Мы относимся к Богу с почтением, это действительно так и есть, и это выражается в том, что мы стоим на колени перед Богом, например, когда мы молимся, ну если мы это делаем неформально, конечно, если мы действительно стоим на колени, закрываем глаза или не закрываем глаза, это не обязательно, но сам факт, что мы направляем наши молитвы к Богу, это Богу мы относимся к почтениям, но возникает вопрос, а что такое светить Бога? Господа Бога, светите в сердцах ваших. Это высшая степень, большая степень того, о чем мы сейчас говорили, друзья, и это как раз та самая сфера, в которой у нас у многих проблемы. И вот это слово светить, оно переносит нас на Ветхий Завет, и мы можем зайти в храм, мысленно зайти в храм, и мы вот заходим в храм, это в святилище Бога. Друзья, что это означает, что это святилище Бога? Как нам определить, что действительно вот это место, это место святилища Бога, как это определить? Ну, во-первых, все в этом месте посвящено Богу, да? Ну, вряд ли бы, друзья, мы зашли бы в храм, допустим, в Ветхозаветний, и там бы увидели фотографию, например, там, какого-то футболиста, к примеру, да, или увидели бы фотографию какого-то человека, и его историю там, или на проекторе нам высвечивалась бы, например, допустим, история какого-то, например, города там, или еще что-то. Друзья, это место поклонение Богу. Там все о Боге написано в псалме, что в храме Его все свидетельствует о Его славе. Другого ничего там не должно быть. И сердце человека это место, где должно прославляться Божье имя. Бог сам прославляться должен. Это храм, новозаветний храм, друзья, это сердце человека, это церковь, и это сердце человека. Это место, где действительно к Богу должно быть отношение, как в храме. Когда человек в храме подходил к Богу, он должен был очиститься. Священник прежде, чем зайти в святых, приносил жертву за себя, за народ, очищался от греха. И только тогда он входил в святых, друзья. Вот примерно то же самое. Все, что заходит в наше сердце, вместо обиталища храма должно пройти очищение, должно пройти многократная проверку, прежде чем оно попадет в наше сердце. Друзья, наше сердце это место святости Божьей, это место, это храм Божий. А потом стоит очень долго рассуждать, у нас нет возможности это делать. Но сам факт. Итак, если наше сердце, это будет сердце, место обиталищем Бога, не просто место обиталищем Бога, это оно ютится там где-то в коморке, потому что все остальное занято, а это действительно его святилище, его храм, это святое святых, друзья, то наша совесть, она станет доброй совестью, она станет совестью, правильно подсказывающей нам то, где у нас ждет опасность. Потому что наша совесть будет ориентироваться на то, прославляет это Бога или прославляет Бога. Когда какое-то событие происходит в нашей жизни, друзья, почему люди часто чувствуют вину, например, там где ее нет. Вот человек, например, что-то сказал нехорошее, ну или хорошее сказал, или посмотрел как-то, и ему кажется, что он кого-то обидел, он чувствует свою вину. Вот такая совесть ненормально настроенная. Почему? Потому что он переживает за свой авторитет, за свою гордость, ему кажется, что про него плохо подумают. Друзья, но если человек будет переживать о святости Божьей, то тогда у него действительно совесть будет подсказывать, а вот твой поступок, он Бога прославил или не прославил в этой ситуации? А слава Божия через твои уста исходит или нет? Когда мы что-то говорим о ком-то, или какую-то информацию переносим, то мы очень часто думаем, справедливая информация, несправедливая информация, как я выгляжу при этой информации, как выглядит другой человек. Друзья, и наша совесть ориентируется вот на эти ценности, но если мы будем ориентироваться на то, что надо Бога прославлять, вот мои слова прославили Бога или не прославили Бога, или они унизили Бога, друзья, или они рядом с Богом поставили какого-то идола, и Бог унижен, конечно, друзья, наша совесть, ориентируясь на эти ценности, она будет по-другому подсказывать, она будет нас всегда, всегда нам будет сигнализировать, когда мы что-то делаем, не прославляющее Бога. Друзья, и в этом сущность жизни христианина. Итак, совесть ориентирована на прославление Бога. Давайте вернемся к стихотворению Виктора Гюго. Вы помните похожий случай, когда глаз Божий преследовал человека, но это уже не выдумка автора, а это уже реальная история из Нового Завета. Кто помнит такую историю? Глаз Божий преследовал человека. Апостол Петр. Друзья, написано, и взглянув на него, помните, да, и взглянув на него. Тот же глаз. Помните, я сказал, что художник, изобразивший вот это стихотворение в картине, он отразил взгляд Божий, он отразил его неосуждающим. Когда вы слушали это стихотворение, я уверен, что оно многим из вас понравилось, оно мне очень понравилось, но мощное стихотворение. Друзья, но когда вы представляли этот глаз, каким вы его себе представляли, этот глаз? Друзья, каким вы его себе представляли, открывает ваше понимание Бога. Вот как вы Бога понимаете, так вы представляли себе глаз. Кто представлял себе такой глаз такой ехидный, знаете, что, Каин, а ты не можешь от меня спрятаться, я везде. Знаете, вот такой вот глаз кто-то представлял себе, да? Ну, каждый представляет себе так, как он сам имеет характер. Кто-то представлял себе глаз такой грозный. Каин, я не забыл ничего, ничего не забыл. Везде я буду с тобой, да, там, в могиле буду с тобой, Каин. За городами буду с тобой. Кто-то себе этот глаз представлял, как это иначе, друзья, кто-то себе этот глаз представлял, как глаз надежды. Каин, я здесь, вернись ко мне. Петр увидел глаз Христа, каким он его увидел? Он увидел призывающим к возвращению в состояние Бога присутствия, в состояние прославления Бога, Другими словами, Бог сказал Петру, Петр, я смотрю на тебя, но не для того, чтобы тебя, знаете, вот Христос посмотрел на Петра и сказал, Петр, он вообще говорил, да? Говорил тебе. Или, Петр, ну и что? Я страдаю, а ты идешь, значит, теперь на предательство, да? Вот какой ты, а, вот какой ты подлый Петр, да? Каким взглядом посмотрел Бог на Петра? Он посмотрел на него взглядом, Петр, обрати внимание, тебе нужно остановиться на твоих путях, я здесь. И написано, и Петр, он понял этот взгляд, так и написано, он понял этот взгляд, и когда Христос, он встретил Христа реально, он к нему пришел, он его не испугался, Иуда не понял взгляда, он ушел от Бога, да? Он ушел от Христа в своем предательстве и повесился, и, друзья, этот человек оказался в аду, а Петр оказался апостолом. Друзья, вот у Каина взгляд был, я уверен, что взгляд Бога к Каину был взглядом надежды, взглядом призывающим Каина, дающему возможность вернуться к состоянию, когда ты прославляешь Бога. Друзья, у нас так бывает, что мы уходим от Бога, да, в нашей жизни повседневной, мы переходим с рельс прославления Бога на какие-то свои, там, авторитарную, там, мы кого-то боимся или на угождение себе. Друзья, но Господь всегда смотрит на нас и Он говорит, вот твоя задача, прославлять Бога в сердцах, друзья, не внешне, да, не только внешне, не только формально, самое главное, в сердце своем, искренне прославлять Бога, внутри своего сердца, я еще раз, друзья, повторю, что многие люди только внешне это делают, внешне тоже хорошо, кстати, не надо говорить, что внешне не нужно, внешне тоже нужно, но самое главное, чтобы было внутренне сердечно, чтобы мы сами внутри себя устроили храм, который прославляет Бога в нашем сердце, и в этом случае наша совесть, она войдет в правильный режим, И она будет нам подсказывать правильно. Благословит нас Бог, чтобы нам с вами, как сказал апостол Петр, иметь добрую совесть. Но для этого нам необходимо в первую очередь, смотрите, имейте добрую совесть. Это 16 стих, а 15 стих. Господа Бога светите в сердцах ваших. Никого-то другого, да, ни внешние авторитеты, ни каких-то там, я не знаю, кумиров. Господа Бога светите. Господа Бога светите. Не просто уважительно относитесь, не просто дайте место, не просто почитайте. Светите и в сердцах, друзья, не только внешне, не только на словах, но в сердцах и ваших. Друзья, очень много любителей светить Господа Бога в сердцах других людей, да. Здесь у нас нет недостатка в таких людях, у нас их целая масса. Если вы нуждаетесь в таких людях, обратитесь, мы вам поможем. Но у нас большой недостаток, чтобы люди светили Господа Бога в сердцах своих. Друзья, и в этом случае, когда мы так будем жить, тогда наша совесть станет доброй. Пусть вас Бог благословит в этом. Аминь.